всем привет моим подписчикам и гостям моего канала сегодня я хотел вам рассказать истории связанные с моей работой когда я после срочной службы устроился на молоковоз то есть истории бывшего молоковозчика и хотел поделиться с вами может быть у вас какие-нибудь истории такие есть а есть еще такой случай у меня был первый автомобиль когда я только пришел в автопарк мне дали старенький автомобиль который на ветер не тянул и колеса у нее были задние от газа 66 елочка потому как там грязи были бывали непроходные вот с этими колесами можно было ездить спокойно так как там на дороге была колея можно было не рулить а эти колеса толкали машину там вперед и только успевает рулить и все ну и вот и что вот-то забыл просто чё о чём и вот у нас летние летний лагеря где доили коров была на природе поблизости реки это было далеко от центра со мной сидела учетчица и поехали мы на наш мол цех ну чтоб доехать а как раз прошу тогда прошел сильный дождь грязь развел дорогу развезло очень сильно у меня было четыре пути каким путем надо было ехать мне надо было выбрать мгновенно как говорится потому что на тот подъем который я решил подняться он мне казался фатальным ну как без без жертв конечно и без всяких перевертышей а дорога там такая была крут это крутой подъем сначала так когда к нему к этому подъему подъезжаешь это полевая дорога и вот так к этому бугру когда выезжаешь к этому подъему сначала такой бугорок перед перед ним потом такой спуск идет и резко углубление вниз такая яма вроде бы а потом резкий подъем это вообще крутая гора такая и грязь и вот я на этом старом автомобиле я решил подняться на это по этой горе разогнался на 4 невозможно было там разогнаться и когда уже а у меня коробка переключалась без цепления я ее так приучил что она у меня в нужный момент переключалась без всякого что нужно было резко включать передачу и когда я на этой на середине до середины горы доехал я резко на вторую передачу включил потому что я чувствую машина уже сдает обороты и у него уже оставалось вот я уже вижу как сказать горизонт куда подняться но сам еще зад колеса меня еще внизу находятся я чувствую все двигатель уже не тянет учетница уже 53 там ручка там впереди была возле бардачка она схватилась за эту ручку я на нее не смотрел боковым зрением я ее вижу все я уже увидел только через капот что он там дорога виднеется первую скорость мне уже бесполезно было включать я не помню я первую включил или вторую включил потому что уже двигателя не тянул все как меня потянуло назад как со скоростью я поехал вниз в этот момент я же по грязи ехал я уже рулем не мог поймать эту дорогу меня начало крутить руль свободного так вращался по этой грязи меня развернуло на 45 градусов машина пошла боком с самого верха она так и вот так боком я по траве начал скатываться по грязи вот этой и меня так повезло что ни один камень туда не попал ни под какое колесо потому как если бы попал но точно каюк было бы чая чая то нибудь мог погибнуть то что там молоко пролилось бы или еще что то пол беды да если кто-то погиб и тем более пассажир это хуже некуда поэтому мне очень повезло и когда я наискоса так как по маслу скатился вниз со мною чочица который сидела она она вышла с автомобиля не я больше с тобой не поеду не хочу не хочу не хочу я не могу уже не могу не могу вылезла сможем с автомобиля а мне-то надо было дальше продолжать путь мне же надо выезжать из этой лощины то благо моей резине елочки я оттуда грязь не грязь я оттуда выехал но на ней нет не сильно глубокая была по траве я там выехал следующий подъем и еще два штуки один подъем он идет пологий такой но с поворотом на таком повороте невозможно подняться поэтому а вот другой под подъем сразу вот видите он с наклоном сюда вправо а тут озеро да если улетишь точно в озеро улетишь нахер поэтому я туда вообще не рискнул подняться я поехал в обход но там конечно грязь и там очень пологий подъем и никакой не с поворотом ничего и там я заехал и вот она со мной конечно поехала и никуда она не делась ездила она со мной и дальше ну в грязь она конечно со мной уже больше старалась не ездить на этом подъеме еще один случай точно также также когда у нас там лагерят это где оставался там же мы когда оттуда ехали но там еще позади меня ехал доярок вес газ 52 будка там сидели до ярки потому как мы ехали все вместе нам нужно было подняться на эту гору эту крутую гору там где вот я вниз скатился а это грязь потом было уже опять в туалет а дожди еще часто шли дорогу вообще конкретно развезло не я бы не смог подняться не до ярки не не это газ 52 тем более он туда не смог подняться он малооборотистый там нужен разгон за нами пришел к 700 человек за рулем был немножко в датой и даже может не немножко и вот он подцепляет сначала доярок газ 52 до ярки там сидят почему они не вылезли не знаю но никто этого не ожидал это у меня все было на моих глазах вот он сначала за фаркоп прицепился газ 52 сзади к этому кс-52 уже я подцепился тросом и вот этот с разгону и этот к 700 мы все выстроились начиная от этой горы и как он пошел со скоростью такой дымяра пошел у этого он легко поднялся на эту гору у нас двоих затащил как пушинок туда но ну каково это было там он же блин тянул с бешеной скоростью нас и там когда на бугорта заезжаешь такая дорога прямая сначала идет немножко там небольшой метров 30 наверное и потом резко дорога вправо уходила и вот он с бешеной скорости у нас затягивает это к смотрю перед моим глазами 52 залетел на эту гору и я следом же туда же вместе с молоком залетаю смотрю к 700 несет живо по грязи он раз резко вправо уходит по дороге а газ 52 по накату этой грязи катится прямо еще от роста он такой а уже к 700 вправо ушел а этот прямо катится каких дернет туда он-то скорость не сбавляет он как летел так и летел смотрю газ 53 как дернет какую-нибудь фаркоп не оторвало это не современная машина видимо как его дернула раму машину нас на 45 градусов мгновенно развернула как там до яркие держались внутри как они там не поубивались следом шел я я сыпился за баранку ну думаю сейчас перевернет меня к черту с молоком нахер как меня дернет да такая сила было еще как дернет мигом меня в на 45 как развернула ну не перевернула да не беру и все там-то там у нас уже отцепил может там своим ходом поехали а дальше я уже не помню вот только этот случай я и запомню вот самые такие главные случаи видимо и запоминаются из памяти никогда не выходят правда дороги были опасные ну как говорят верующие слава богу никого не задавил никого не отправил на тот свет все чего желаю другим удачной дороги